Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Сухоплюева. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. В следующем году в Магнитогорске откроют два детских сада. Ход строительства дошкольных учреждений проинспектировал глава города Сергей Берников. Квартиры медикам в Магнитогорске продолжается реализация программы по выделению жилья медицинским работникам. Спектакли для взрослых и детей в Магнитогорском концертном объединении стартует в проект «Музыкальный театр». А сейчас об этих и других событиях более подробно. Страшный пожар произошел минувшей ночью в Обзелиловском районе в деревне Ижбулдина, расположенной примерно в 70 километрах от Магнитогорска, сгорел дом Милосердия. 11 человек погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. На территории объявлен режим чрезвычайной ситуации. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и поговорила с очевидцами. Пожар произошел вот в том доме, ближе к нему не подойти. Территория огорожена, посторонних сюда не пускают. На месте работают сотрудники полиции, следственного комитета, прокуратуры. Свидетелями случившегося стала пара Серьяджановых. По словам Айсул, сначала они увидели дым, потом огонь. Женщина побежала к горячему дому, чтобы оказать помощь, но попасть на территорию не смогла. Окно открыто было, уличная сторона. С окна выглядели двое мужчин, и одна сотрудница кричала «помогите». Я дергала это ворота, не могла открывать. А у них полусадники, ворота нету, я не могла ничего делать. Я побежала, быстрее людей будет. До приезда пожарных жители деревни самостоятельно пытались справиться с огненной стихией. Тушили водой, снегом, песком. В это время помощь ждали 16 человек, которые находились в горящем здании. Выбраться из огня удалось сотруднице Дома милосердия. Кого смогла, она вытащила на улицу. Сотрудница, она вытащила троих. Одна вытащила, говорит, до дверей. И она не могла повторно зайти, уже говорит, я не могла. Свет у них потух, но у нас свет мигал. Она ходила фонариком, она ночнула эти одежды, все, босиком. Пожар произошел около трех часов ночи. В 3.17 на место происшествия соседнего села прибыла первая добровольная пожарная дружина. Минут через 20 на помощь приехали пожарные из Оскарова. К их приезду деревянный дом уже сгорел. 11 человек погибли, пятеро были спасены. Прокуратурой организована проверка по факту гибели людей в пожаре. Будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. А также дана оценка полноте принятой контролирующими органами мер по организации проверки дома престарелых. Три пожилых человека в настоящее время помещены в терапевтическое отделение ГБУС Оскарская районная больница. Их состояние стабилизировалось. Жизни их ничего не угрожает. На территории действует режим чрезвычайной ситуации. Трагедия, произошедшая в деревне Ижбудина, находится на контроле у главы региона. Сегодня он лично побывал на месте происшествия. Уже сегодня данные поручения по организации помощи родственникам, а также пострадавшим по организации похорон, по выделению денежных средств из резервного фонда Республики Башкортостан на оказание поддержки и помощи. Также оказание помощи пострадавшему соседнему дому. Он чуть-чуть там подгорел у пожилого мужчины дом. Поэтому все на контроле у главы региона находится. Оперативный штаб проведен. Только что завершился уже второй. Второе заседание штаба. И в последующем каждые два часа будут докладываться главы региона. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняют не только обстоятельства и причины произошедшего. Проверяют, были ли нарушения со стороны Центра социальной помощи населению. Известно также, что задержан директор сгоревшего дома милосердия. Женщину уже допрашивают. Ольга Сухоплюева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. В его трудовой книжке всего одна запись. Четвертый листопрокатный цех. Старший нагревальщик металла Владимир Рылов работает в этом подразделении ММК уже 42 года. Присвоение ему звания заслуженный металлург Российской Федерации. Закономерный результат добросовестного труда и преданности профессии. О своей непростой, но любимой работе Владимир Геннадьевич рассказал нашей съемочной группе. Рабочая смена Владимира Рылова начинается с обязательного обхода участка. По крутым ступеням лещанных проектов он делает несчитанное количество шагов. Осматривая оборудование, подходит к каждой нагревательной печи. Андрей, я сейчас с первой печи подойду, заслонки откроюсь. В этой печи, словно пирожки, ждут момента своего приготовления 40 металлических слябов. Агрегаты четвертого листопрокатного ММК, которые их нагревают, сегодня не имеют в мире аналогов по объемам. Каждая из трех печей вмещает 750 тонн металла. В технологический процесс входит в визуальный осмотр, наблюдение за нагревом. Ну и в то же время осматривать оборудование на предмет целостности, определить какие-то неисправности. Вот чисто визуально. Когда обход завершен, Владимир Геннадьевич усаживается на посту. Перед его глазами три компьютерных монитора. Обязанность старшего нагревальщика контролировать процессы, происходящие с металлом внутри сразу трех печей. В каждой из одиннадцати зон каждого агрегата должны соблюдаться определенные температурные условия. Минимальная 1040, максимальная 1140. В зависимости от толщины листа и от марки стали. Время выдержки металлических пирожков в печи от 2 часов 50 минут до 4 часов 20. А затем слябы выгружаются и отправляются для прокатки на стану в 1500. До того момента, пока они не прошли черновую группу глетей, а ответственность за качество нагрева несут нагревальщики с Владимиром Рыловым во главе. Сейчас уже намного интереснее. То есть как-то вот с аппаратурой все это связано. Раньше, если можно сказать так, грели на глазок. То есть то, что ты видишь, переносишь уже на приборы, кипа. Впервые в четвертом листопрокатном ММК Владимир Рылов оказался в 1978 году. Пришел по распределению с училища. Был подручным нагревальщиком, посадчиком металла, просто нагревальщиком. Уже более 20 лет Владимир Рылов старший нагревальщик. Отец и мать работали оба на комбинате. Друзья все по детству, все практически пошли учиться. То на столеварах, то там на доменчика, на лудильщиков, на аппаратчиков. Я выбрал профессию нагревальщика металла по подсказке соседа по двору. Имея за плечами 42-летний опыт безупречной работы в ЛПЦ-4, Владимир Геннадьевич ни капли не жалеет о выборе профессии. Но при этом звание заслуженного металлурга страны стало для него неожиданностью. Через месяц Владимир Рылов будет отмечать уже 61-й день рождения. Но сдавать подстаршего нагревальщика не намерен. Потому как отдельно от горячих печей и раскаленного металла себя уже не представляет. Елена Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске впервые будет открыта группа для детей с сахарным диабетом. Об этом сегодня рассказал журналистом начальник отдела организации дошкольного образования во время очередного объезда главы. Сегодня Сергей Бердников инспектировал ход строительства детских садов в южных районах города. Подробнее в нашем сюжете. Раньше эту огромную территорию в районе дома 11 по проезду Сиреневу занимала стоянка. В этом году здесь началось строительство нового детского сада. Учреждение рассчитано на 12 групп для 230 детей. Планируется, что оно будет введено в эксплуатацию осенью следующего года. В первую очередь это поможет решить проблему загруженности соседних садиков номер 67 и 165. Сегодня они переукомплектованы на 170%. Кроме того, в новом учреждении помимо обычных групп планируют открыть коррекционные для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития. И одна группа будет впервые открыта в городе Монктогорске. Это для детей с сахарным диабетом. Мы проанализировали статистику сегодняшнюю по количеству детей с таким диагнозом в нашем городе. Понимаем, что потребность есть. Точно такие дети ходят в детские сады, однако необходимая медицинская помощь им не оказывается ввиду специфики этого заболевания. Сегодня в Магнитогорске на очереди в детские сады стоят 2300 детей в возрасте до 3 лет. Если в целом по городу ситуация спокойная, в южных районах попасть в детский сад бывает сложно. Так, например, в новом 147 микрорайоне пока нет ни одного детского сада. Между тем, в районе Зеленого Лога сегодня более 300 детей стоят в очереди. И еще 400 в очереди по переводу в этот район из других микрорайонов. Садик ведут в эксплуатацию также в следующем году. Он рассчитан почти на 300 мест. И школы, и садики мы с вами закладываем и реализуем. Конечно, финансируется, помогает нам область. Хотя есть небольшое софт-финансирование и городского бюджета, но таковы бюджетные правила. А вообще, так говоря, школы, садики, все социальные объекты сегодня мы финансируем и ищем финансирование. Значит, привлекаем это региональное, областное. Либо, значит, еще смотрим, как-то если попадать, получается и в федеральные какие-то программы. Кроме того, по словам главы города, сейчас готовится проектная документация по новой школе. К ее строительству планируют приступить в следующем году. Юлия Черешнева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. В Магнитогорске продолжают реализовать программу по обеспечению жильем медицинских работников. В этом году было выделено 34 квартиры. Создавая условия, власти хотят привлечь в город как можно больше специалистов, которых так не хватает в медицинских учреждениях. В дефиците анестезиологи, терапевты, педиатры. С теми, кто переехал в город Металлургов и не пожалел об этом, встретилась наша съемочная группа. Молодой специалист Михаил Чупахин работает в отделении анестезиологии и реанимации 3-й городской больницы. Вот уже несколько лет он проводит пациентам интенсивную терапию. Готовит их к операции и следит за состоянием в послеоперационный период. Родился Михаил в городе Сим. Обучение проходил в Челябинске, в Южноуральском государственном медицинском университете. Рассказывает, с Магнитогорском познакомился в 2016 году на шестом курсе вуза. Тогда они с супругой рассматривали варианты трудоустройства. Уже в 2017 году мы приехали сюда. Я приехал как врач-интерн, жена как врач-невролог. В течение полугода я здесь проходил обучение на месте, то есть получил интенсивный курс практический. В целом, за что очень благодарен больнице, отделению. Я с легкостью сдал выпускные экзамены, получил сертификат. И вот в течение трех лет уже здесь работаю. О выборе, признается Михаил, ни разу не пожалел. Здесь он трудится в дружной команде профессионалов. Живет в двухкомнатной квартире, которую мы выделили как молодому специалисту. Основным условием для меня было это комфортные условия труда. То есть, как я уже сказал, меня здесь научили всему. И за короткий срок я получил достаточно высокий уровень обучения, что позволило мне спокойно работать, без какой-либо боязни. Также все социальные гарантии по трудовому договору, как и везде. Плюс в течение полугода нам дали жилье. С удовольствием живет и трудится. В Магнитогорске Светлана Бритвина, дежурный анестезиолог из первой городской больницы. Врач высшей категории переехала в город Металлургов в июне этого года из Орска. И сразу попала на передовую, в красную зону. Наша задача, как работающих в реанимационной зоне, конкретно в красной зоне, работаем достаточно большое количество времени. Основное, можно сказать. К нам переводятся больные, находящиеся в достаточно политическом состоянии, с дыхательной недостаточностью. Наша цель основная – обеспечить им дыхательную поддержку, респираторную. Как специалисту, прибывшему из другого города, ей дали жилье. В двухкомнатной квартире Светлана проживает с двумя детьми, которые этот учебный год начали в новой школе. У меня уже стаж достаточно немаленький, скажем так. Переехал сюда, могу сказать уже про работу в какое-то время, что достаточно уютно работать в коллективе высокооквалифицированных специалистов, которые попали. Есть, конечно, чему поучиться, особенно в условиях пандемии. Много нового для себя узнаешь. Очень интересно, я думаю, будет, если молодые специалисты прибудут сюда, учитывая, что организация будет уже поставлена на поток, я так понимаю. Будет от кого научиться и чему научиться. Служебное жилье медицинским работникам предоставляется абсолютно бесплатно. Их забота – оплачивать коммунальные платежи. А если каждый из них проработает в медучреждения более семи лет, то сможет приватизировать жилье. В связи с этим нам удалось привлечь в город, например, в 2020 году, 36 врачей. Из них 16 – это врачи-выпускники медицинского университета. Приехали к нам молодые специалисты, такие специальности. Из них 6 – участковых терапевтов, очень необходимые для города. 4 – врача-педиатра. И также остальные специалисты по одному. Врач-эпидемиолог, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог. Все специальности очень необходимы. По-прежнему городу не хватает анестезиологов, участковых терапевтов, педиатров, кардиологов, чтобы привлечь специалистов из других регионов и создать для них комфортные условия. Администрация города продолжает реализовать программу по обеспечению жильем. За последние 4 года выделено 178 квартир, в 2020 – 34. В 2020 году впервые также Министерством здравоохранения были выделены средства из областного бюджета для приобретения служебных помещений, для выделения медицинским работникам, врачам, на тот период, когда они работают в той или иной медицинской организации. Так, на Магнитогорск из областного бюджета было выделено 23 миллиона рублей на покупку 11 квартир. Жилье для последующей сдачи приобрели Центр охраны материнства и детства, Городская больница номер 1 и Городская больница номер 3. Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. В Магнитогорском концертном объединении стартует проект «Музыкальный театр». В афише в этом году есть театрализованные музыкальные спектакли и для взрослых, и для детей. На генеральном прогоне одной из предстоящих премьер побывала наша съемочная группа. Небольшой трейлер детской сказки в сюжете Елены Ткач. Камерный хор в зрительном зале. Для Магнитогорского концертного объединения это уже новогодняя традиция обкатывать премьерный детский спектакль на взрослых коллегах по цеху. И надо отдать должное. Хоровики новогоднюю карму отрабатывают с большим энтузиазмом. Сейчас будем искать человек журава! Ищем! Волим! Ищем! Волим! Ищем! Волим! Буквально через несколько дней зрительный зал заполнит другая публика. Шумная, говорливая, непоседливая. Но именно их юных магнитогорцев ждет весь творческий состав концертного объединения. Солистка Лариса Цыпина впервые участвует в новогодней кампании в новом амплуа. Она режиссер-постановщик. Режиссерский тандем принял ее в свои ряды и в результате появился новый проект музыкальный театр. Впервые в городе за новогоднюю декаду на одной площадке покажут 4 спектакля. Три для детей и один для взрослых. Есть у нас Маша Косицына и Наталья Емельянова. Это две такие творческие девочки, личности, которые уже летом начинают придумывать сказки. Они знают, что потом это некогда будет, потом нужно это все воплощать. Например, как включить интерактив, когда в эпоху пандемии есть распоряжение Роскомнадзора хороводы вокруг елки в холле не водить. К поиску решения подошли креативно. Сцену демонтировали, углубив ее прямо в зрительный зал. И теперь, чтобы топать ногами, громко хлопать, петь и приплясывать, достаточно подняться с кресла детям и родителям. И остается теперь только выбрать спектакль. Один из трех. Почему не один? Потому что мы некий такой проект затеяли. Музыкальный театр. Вот именно музыкальный спектакль. Хотим показать. У нас много идей именно вот таких вот музыкальных, игровых. Поэтому уложить их в одно действие, это очень растянется во времени. Поэтому у нас вот, как мы уже тут по драматургии не выстраивали, выстроилось три таких постановки. Итак, с 15 декабря в концертном объединении начинается пора новогодних торжеств. Родителям нужно позаботиться о костюмах, а детям готовить стихи и песни для Деда Мороза и Снегурочки. Мы готовы. Составов много. Материала много. Приходите, смотрите. Елена Ткача, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН. Чем украсить новогодний стол, чтобы было не только вкусно, но и полезно? Компания «Рыбак Камчатки» дает на этот вопрос отличный ответ. Морская рыба, красная икра и другие натуральные дальневосточные деликатесы, произведенные компанией, снова можно приобрести в Магнитогорске. Прилавки «Рыбака Камчатки» расположились в привычной для покупателей точки дворце спорта имени Рамазана. Лавка «Рыба Камчатки» только распахнула двери, а у витрин уже огромная очередь. Постоянную покупательницу Надежду Юрьевну перспектива ожидания ни капли не пугает. Наоборот, есть возможность подумать над выбором и решить, что приобрести, помимо любимых чавычи, палтуса и белорыбецы. Я, например, вот только в Рамазане покупаю. Тут всегда свежая, она даже красивая, вкусная, видно, она свежая. Прям вот видно, что она нигде не лежала. Не заветрившая и вкусная. Рыбные деликатесы, которые привезла в Магнитогорск компания «Рыба Камчатки», приготовлены из улова нынешнего лета. Свежесть – гарантия не только хорошего вкуса, но и сохранения максимума пользы. Деры моря – это кладезь витамина Д, магния, селена, фосфора. Какую бы рыбу вы ни выбрали, холодного или горячего копчения, красную или белую, организм получит крайне необходимые ему жирные аминокислоты. Как вы видите, рыбка у нас вся свеженькая, мягенькая, вкусная. Жирок с нее так и стекает. Эта рыбочка у нас насыщена, омега-3, омега-6. Конечно же, подойдет на любой стол, к любому случаю. И на праздники, и на утро, и на вечер, и на ужин. Этот год для камчатских рыбаков оказался непростым. Из-за пандемии традиционная лососевая путина стартовала позже обычного. А улов оказался ниже прогнозируемого – 191 тысяча тонн биоресурсов. Но это уже по сугубо природным причинам. Покупатели лавки и рыбак Камчатки никак не ощутят последствия неудачного рыболовецкого сезона. Компания сама производит деликатесы. У работы без посредников есть еще один большой плюс. Продукция не залеживается на складах сразу после приготовления рыба и икра. Отправляются к покупателям. Это белорыбица. Балык белорыбицы – белое, жирное, сочное мясо. Там нет ни одной косточки. Можно кушать всей семьей – детям и взрослым. Ни одна выставка рыбака Камчатки не обходится без красной икры и чавычи. Натуральный продукт уже сам по себе станет прекрасным украшением новогоднего стола. Любителям запасаться в прок продавцы сразу все расскажут, как сохранить икру в холодильнике надолго. А для тех, кто хочет порадовать гостей самостоятельно приготовленными дарами моря, рыбак Камчатки предлагает свою свежемороженую продукцию. Нравится. Я всегда прихожу, беру у них. Когда они приезжают, по рекламе смотришь и идешь обязательно на рыбак Камчатки, чтобы у них купить. У них, ну как сказать, более качественное, что ли. Мякоти было больше. И оно по вкусу мне нравится. Я как-то привыкла к это. Так я ее постоянно беру. Я их просто жду даже, что делать рыбак Камчатки. Кроме рыбак Камчатки не признаем других продавцов. Порадовать себя и своих близких свежими и натуральными дальневосточными деликатесами можно посетив лавку рыбак Камчатки. Она расположилась во дворце спорта имени Рамазана. Гостить магнитогорские компании будет до 19 декабря включительно. Лечебная база «Санаторий Юбилейный» готова принять всех, кто нуждается в реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Для гостей подготовлены сразу три оздоравливающих программы пульмонологическая, неврологическая и кардиологическая. Добро пожаловать! Лечебная база «Санатория Юбилейный» предлагает качественные медицинские услуги своим гостям. И сегодня мы уделим особенное внимание реабилитационным процедурам после коронавируса. Процесс реабилитации после коронавируса у всех людей происходит по-разному. Человек вышел из больницы, он думает, что он здоров. А это совсем не так. Коронавирус, как и каждая ферстная тяжелая инфекция, отставляет следы. Человек может просто идти по лестнице и очень уставать. Он не может встать, хроническая усталость. Он испытывает большие затруднения дыхания, потому что у него была серьезная болезнь легких. И мы поэтому хотим пригласить больных для реабилитации в нашу санаторию. Мы создали несколько программ по реабилитации, куда включается пульмонологическая программа. Это при заболевании легких, которые хорошо больным, которые перенесли вирусную пневмонию, а также, кто был на ИВЛ, но и также, кто очень долго лежал в стационаре. Вторая программа – это неврологическая программа, потому что ковид сильно действует на нервную систему. Развивается депрессия, развивается страх выхода на улицу и обостряются все хронические нервные заболевания. Также мы придумали кардиологическую программу, потому что больной лежит, не двигается. Больного колют очень много лекарств, обостряются все его кардиологические заболевания и даже может развиться впоследствии миокардит на фоне переболевшего коронавируса. Мы приглашаем вас к нам на лечение, на реабилитацию. После стационара, три недели обсервации и можете приезжать к нам. Да, очень важно пройти реабилитацию после этой инфекции и восстановиться полностью. Поэтому рекомендуем всем, кто переболел коронавирусом, хороший реабилитационный курс в лечебной базе «Санатория Юбилейный». Забронируйте путевки в «Санаторий Юбилейный» себе и своим близким и сделайте восстановительный курс в лечебной базе «Санатория» частью своего полезного отдыха. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok